И еще одна BMW i3, тут можно видеть целая куча. На данный момент у нас электрические автомобили идут даже не по льготной таможне, они вообще не таможатся, то есть они идут сюда без растаможки. То есть растаможка, растаможить данный автомобиль стоит 0. Друзья, всем привет, приехал на Ждановичи, Тимирязева, 114, 6 этаж, здесь автосалон Green Cars, в общем компания West Motors. Сегодня мы посмотрим все автомобили, которые продаются на данной площадке. В основном здесь электрокары, но также есть и бензиновые автомобили. Кстати, в этом же автосалоне совсем недавно покупал себе автомобили Ford Mustang, Cabriolet, Дима Гордеев. В общем, всем приятного просмотра. Вот такой вот интересный автомобиль, Дима Гордеев взялся под проект. Это рестайлинговый Mustang, Cabriolet на топовой комплектации, на коже, на шейкере. Ну что, прошел первый тендрайв. Ну что, и давайте пробежимся, посмотрим их с ней машинки. Вот BMW i3 2018 года, пробег 6800, то есть практически новый автомобиль. 33 киловатта. Так, запас хода 250 километров указан 26800 долларов. Такая вот i3 салон ткань. Интересная на самом деле машинка была у меня такая на обзоре и не один раз. Разных годов выпуска, и 2014 года, и 2017. Можете посмотреть, на канале есть рубрика обзоры на авто. И еще одна BMW i3. Тут можно видеть целая куча. Единственное, не на все автомобили напечатан ценник. Но, насколько я знаю, они все продаются. Тут уже у ребят с Vest Motors можно уточнить, сколько стоит. Точная цена будет автомобиля. Такая вот BMW i3. Ну, такой достаточно интересный цвет. Но мне все-таки нравятся более темные цвета. Даже не такой серый, а черный был бы поинтереснее, конечно. Давайте посмотрим, здесь есть цена. 2018 года. И 33 киловатта тоже у него батарея. 25 тысяч с половиной долларов за нее просят. Tesla Model S без цены, к сожалению, стоят. И вообще у ребят большое количество автомобилей без ценников стоят. Но, тем не менее, они все продают. Вообще, данная площадка, это как бы... Ребята реализуют, продают автомобили в основном электрокары в данном автосалоне. Но бензиновые автомобили тоже они продают. Но просто их здесь значительно меньше. Тоже, кстати, вот эта вот BMW i3. Тоже у нее цена отсутствует. Ну, по крайней мере, цвет более интересный, чем у предыдущих. Но, по крайней мере, для меня. Вот такая вот еще Tesla. Точно такая же была у меня на обзоре. Все электромобили в Белоруссии идут вот с такими зелеными номерами. То есть, это значит, что автомобиль электрический. Вот такой вот Hyundai тоже электрический. С каждым днем у нас электромобилей становится все больше и больше. А причина здесь достаточно простая. Дело в том, что на данный момент у нас электрические автомобили идут даже не по льготной таможне. Они вообще не таможатся. То есть, они идут сюда без растаможки. То есть, растаможка, растаможить данный автомобиль стоит ноль. Ноль рублей, ноль копеек. Поэтому электромобилей становится в Белоруссии все больше и больше. Также инфраструктура становится, ну, развивается. Зарядок становится тоже с каждым днем все больше и больше. Ну, вот такая вот Chevrolet. Неужели Spark тоже электрический? Да, ребят, смотрите, Spark тоже электрический. Ну, для города то, что надо. Хотя, в принципе, если рассматривать какую-то тест-крутуру, и на дальняк тоже имеет место быть. Есть и вот такие вот автомобили. Это уже, как я понимаю, бензиновый BMW 430 GT. Получается, 2017 года. 82 тысячи у нее указан пробег. Максимальная скорость, ну, 2 литра объем. 26 тысяч 500. В черном цвете. Смотрится обалденно. Ну, я не знаю, как кому, но мне, например, вот. В такой вот будке вообще BMW вот таких вот годов нравится больше, чем вот эти новые, у которых вот такие вот гигантские ноздри. Ну, не знаю, мне что-то вообще не по кайфу. А вот это, конечно, смотрится неплохо. Стекла тонированные, ну, вроде как салон кожаный. Понятное дело, автоматическая коробка передач. 430-я, X-Drive. Пассат. Пассат тоже Соединенных Штатов Америки. В сером цвете. Неплохая комплектация. Кожаный салон. Ну, кстати, бля, цены тоже нету, к сожалению. Вот это вот печально, что не на все автомобили есть ценники. Аккорд. Аккорд тоже без цены. Такой вот седан. В синем цвете. Ну, ребят, и действительно интересный автомобиль. Интереснейший автомобиль. Это вот этот вот Pontiac. Ребята сказали, что он продан. Но автомобиль, конечно... Блин, ну это супер. На таком точно вы на дороге незамеченным не останетесь. Вот такая вот ракета. Ну, понятное дело, что косяки какие-то присутствуют. Все-таки автомобиль далеко уже не новый, преклонного возраста. Вот от номеров, можно видеть, остались следы. Есть всякие потертости. Но машина, это, конечно, что-то с чем-то. Вот такая вот кастрюля, сабвуфер стоит, смотрите. Это не меньше, чем у меня в Хонде стоит сабвуфер. Раздвоенный выхлоп. Ну, видно, что ее делали, красили. Но машинка интересная. И по поводу бензиновых еще автомобилей. У ребят не сильно много автомобилей, но в целом все они достаточно интересные. И вот такой вот Kaleos есть у них, Renault. Ну, есть, конечно, косячки. Здесь вот задняя дверь немножко примята. Салон ткань. Здесь потертости, не без этого. Пробег указан 185 тысяч, грубо говоря, километров. 2009 год, 2 литра. Объем 9100. 9100 долларов за нее просят. Ну, в основном все-таки надо понимать, что у ребят основное их направление, вот именно ихнего автосалона, вот можно видеть, West Motors Garage, авто из США, это все-таки больше электрокары. Несмотря на то, что все-таки продают они и бензиновые автомобили. Ну, что, вот такой Spark где-то для города, мне кажется. Неплохая машинка. Ну, а это уже машина, она не только для города подойдет. Даже если брать какую-то самую-самую простую комплектацию, то это, как правило, в районе 300 километров запас хода. Поэтому здесь уже можно куда-то и на дальняк. Ну, опять же, что касается электрических заправок, в Белоруссии у нас в целом, в Минске и хватает, но все-таки на периферии, я считаю, что еще не настолько это все развито, хотя экономия, безусловно, она есть, что касается Теслы. Хотя, в целом, ценник у нее, надо понимать, что он далеко не маленький, но тем не менее. Ну, а так, друзья, пишите под этим видео в комментариях, с каких автоплощадок вам еще хотелось бы увидеть видеоролик. На этом все. Всем удачи на дорогах. Всем пока.